База ТВ База ТВ База ТВ Мечирский район, Гальский район давал в сырье по ценам 1990 года продукции свыше 300 миллионов долларов. То есть производилась продукция, которая попадала на предприятия сельхозпереработки. Это огромный у нас как маяк, к чему мы должны стремиться. И, конечно, без местной власти, это касается не только системы исполнительной власти, это касается и местных депутатов. Раскрыть потенциал нашего народа, раскрыть возможности обеспечить всеми необходимыми инструментами для того, чтобы наши люди могли проявить свои талантливые черты, невозможно без реформы местного самоуправления. Поэтому я считаю, это тема важная. И, кстати, опять же, хочу подчеркнуть, ну как экономист, что если мы не будем наращивать производство собственной продукции, благосостояние народа не увеличится от того, что кто-то привез за границей товар и тут перепродал, то есть от этого, значит, лучше не будет жить ни сотрудник милиции, ни врач, ни учитель, ни крестьянин, никто. И, тем более, что в этом году, к сожалению, у нас наблюдается по официальным данным управления статистики спад промышленной переработки почти на 500 миллионов. И явно видно, что наши и сельхозпроизводители, и промышленные переработчики нуждаются в помощи, нуждаются в поддержке. Мы, значит, находимся, еще раз хочу сказать, в городе Ачимчира. Поэтому, если никто не против, я хочу предоставить первое слово, значит, герою Абхазии, Вячеславу Кучуберя, он работал на больших должностях в Ачимчирском районе, в городе, у него тоже есть опыт. Далее прошу подготовиться от Гура Амирановича Ардзенба. И вот так пойдем. Регламент у нас 7 минут, 7-10. Вячеслав Кучуберя, в городе Ачимчирском районе, в городе Ачимчирском районе, в городе Ачимчирском районе. Верчимый победитель, рекомендуют в ближайке технологии, в городе Ачимчирском районе, в городе Ачимчирском районе, в городе Ачимчирском районе. Добрый день, уважаемые друзья, коллеги. Здесь сегодня собрались во многом люди, которые имеют непосредственный прикладной опыт в работе органов как местного государственного управления, так и самоуправления. Также здесь присутствуют депутаты парламента, и это отрадно. Я говорить много не буду. В нашем случае, я имею в виду нашу организацию, предложение по реформе государственного управления на местах, а также изменение ряда функций, полномочий органов местного самоуправления. Они есть, они уже готовы, но мы их еще не упаковали, как говорится. Мы хотим сегодня, я лично, наша команда, хотим услышать каждого присутствующего, его идеи. Этот вопрос открытый. Мы должны коллективным умом, коллективным разумом сложить единую некую концепцию, видение по реформе на местах. В целом, канва всех реформ и изменений, которые должны происходить в нашей стране, она должна быть направлена на главную цель. Это возрождение. Мы представители более молодого поколения, но мы продолжаем ту большую работу, которую столетиями делали наши предки. Если говорить о нашем народе, слово возрождение, оно должно быть в устах каждого, потому что, если взять последние 200 лет, вот мы сейчас общались с одним молодым человеком, представителем фамилии Маршан и говорили о истории, нашей совместной истории. На самом деле, наш народ сильно пострадал за последние столетия. Последние, даже если взять 200 лет, мы видим, что это были буквально в смысле истребления, уничтожения, переселения, насильственное переселение. И если даже взять поздний период Советского Союза, СССР, для нашего народа практически во многом были ограничены возможности естественного развития. То есть мы не могли иметь доступ к нормальному образованию, мы не могли иметь доступ нормально себя выразить. И это, конечно, накладывает определенные отпечатки. Плюс ко всему этому добавилась ожесточенная борьба за право на самоопределение, когда грузины оспорили силовым путем это наше право. Нам удалось все вместе отстоять, но опять же мы заплатили очень высокую цену и поколение наших родителей, потому что здесь в основном люди молодые. Вот дорогой наш старший товарищ, герой Абхазии, их поколение пострадало очень сильно. И поэтому, когда мы о чем-то начинаем говорить, мы должны в основу основ, на мой взгляд, субъективные, всегда исходить и закладывать именно вот это слово возрождение. Ведь право на самоопределение – это не только территория язык, флаг, гимн, это в первую очередь право занять достойное место среди народов мира, достойное нашей истории, нашей культуре. И вот это право невозможно в полной мере реализовать, если мы не организуем правильно работу на местах, в районах. Потому что, если взять историю, лучшие умы практически, и писатели, художники, политики, они рождались в селах, районах, происходили из отдаленных уголков Абхазии. Сегодняшняя ситуация, сложившаяся ситуация, говорит о том, что мы слишком рано, к сожалению, взялись некоторая часть нашего общества за роскошный образ жизни, за то, что не совсем подобает нашей культуре, нашему менталитету. Сегодня в Абхазии, если абстрагироваться от каких-то политических даже циклов, в целом подойти к ситуации, колоссальное расслоение. Мы видим, что в районах у людей отсутствуют возможности и механизмы социальных лифтов, они практически отсутствуют в нашем обществе. Есть определенная каста богатых людей, а все остальные просто выживают. Если опять же взять в ретроспективу нашу историю, но вот это не соотносится к той трагедии, через которую мы пошли через последние сотни лет. То есть что-то не так в том обществе, в том государстве, в котором мы с вами все выросли, живем, работаем и будем жить. Надо менять. Значит, ресурсы неправильно распределены, может быть, власть неправильно распределена. Не должно быть так, чтобы ребенок-крестьянина, который сегодня обрабатывает землю, не имел никаких перспектив, если у него нет кого-то в Сухуми, в каком-то министерстве. Ребенок-крестьянина, простого гражданина Абхазии должен понимать, его отец должен понимать, что обрабатывая землю, работая днем и ночью, он имеет возможность вырасти своего сына. И благодаря своим знаниям, благодаря своим способностям он может в этом государстве, в этом нашем абхазском обществе, внутри своего народа, вырасти и подняться туда, где ему положено. Сегодня, давайте откровенно говорить, в нашей деревне, в нашей села, ну, мало вы найдете хозяйств, где это хозяйство самодостаточно. Я по своему силу могу сказать, если в этом доме нет кого-то, кто в городе зарабатывает деньги, этот дом очень плохо существует, этот двор домохозяйства. Значит, значит, уважаемые коллеги, вот здесь мы с вами собрались, и достаточно опытные люди, ну, есть кто не попал сегодня по разным причинам. Я призываю вот к чему, я озвучивать наши идеи сегодня не буду, я хочу больше услышать, наверное, это будет правильно, Ах Рашотович. Я призываю вот к чему, абстрагироваться от каких-то политических воззрений, абстрагироваться от каких-то вопросов, которые, ну, не дают нам развиваться. А просто давайте поговорим по душам, поговорим о том, что, ну, действительно, мы видим, что не так что-то, понимаете. Может быть, система управления страной, ну, здесь много изъянов по центральным органам власти, мы говорили и продолжаем говорить о том, что, опять же, свое видение предлагаем. Но на местах тоже не все в порядке, ведь в 21-м году, в 21-м веке, это мое любимое выражение, не должно быть так, чтобы из района письмо в центральные органы власти или в администрацию президента двигалось несколько дней. Ну, сегодня люди так не живут, в мире такого нет. Это маленький, малюсенький пример того, что надо менять. Поэтому вот эти вопросы и многие другие вопросы, я надеюсь, мы сегодня обсудим по, есть идеи здесь, я знаю, по увеличению полномочий местных органов власти, по расширению полномочий. Кто-то считает, наоборот, что надо более унифицированно подходить и так далее. В целом, я думаю, у нас, Ах, Рашотович, будет обмен мнениями, может какая-то дискуссия, но не в режиме доклада. Здесь вот я вижу очень много людей, которые, ну, есть что сказать. Я хочу предоставить слово Андрею Львовичу Барциц, министру юстиции Республики Абхазия. Андрей Львович Барциц обладает большим опытом в вопросах и конституционного строительства, и муниципального. По биографии видно, что он профессионально этим занимался. Далее Андрей Львович публично озвучивал в планах и правительства, и министерства юстиции по внедрению цифровых технологий, которые, значит, улучшат коммуникацию, облегчат жизнь. И я, как понял, ну, это я со стороны Андрея Львовича свое мнение говорю, что они дадут возможность проявлять себя простым гражданам более в современном формате и ускоренном формате. Андрей Львович, прошу. Смысл и цели наших встреч в целом, и сегодняшние встречи в частности, наверняка заключаются в том, чтобы создать, прийти к некому светлому будущему для, возможно, себя, своих детей и будущих поколений. Поэтому, проезжая мимо, в очередной раз мимо Чемчирской набережной, я питал очень теплые чувства того, что, возможно, когда-то в ближайшей перспективе этот замечательный город будет наполнен людьми, туристами, будет потрясающая инфраструктура, и эта замечательная набережная расцветет. Я очень этого желаю. Я хочу поблагодарить организаторов этого круглого стола. Насколько я понимаю, это уже серия круглых столов, нацеленная на обмен мыслями по модернизации системы органов государственного администрирования. К большому сожалению, не попал на предыдущую встречу по объективным причинам. И с удовольствием хочу выступить сегодня. Я хочу поблагодарить вас отдельно за ту формулировку обсуждаемых тем. Это усиление роли местного самоуправления в государственном строительстве и местное самоуправление как один из основных инструментов раскрытия потенциала народа. Вот эта формулировка раскрытия потенциала народа меня навела на такие вот комплексные мысли, с которыми я хотел бы сегодня поделиться. Уважаемый Эдгур Амиранович, вы сегодня во вступительном слове упоминали самоопределение, упоминали о очень тяжелом пути, который проходил наш народ. В комплексе мы реализовали свое право на самоопределение, восстановили свою суверенную государственность. Мы не создали ничего нового, мы восстановили то, что было наработано годами предыдущими поколениями. И самоопределение и само по себе это право народа определять свое настоящее, будущее и оценивать свое прошлое в том числе. В этой связи мы на протяжении многих лет неустанно осуществляем шаги разного рода, направленные на становление и модернизацию нашей абхазской правовой системы. Конечно, в большинстве случаев мы пытаемся не изобретать велосипед и используем опыт как нашего сопредельного государства в лице нашего партнера Российской Федерации, но и периодически пытаемся внедрять механизмы администрирования западных стран. В этом ключе у нас есть и определенные успехи, и определенные поражения, но я не склонен ни о чем сожалеть. Я считаю, что это наш национальный путь становления нашего государства, и в обязательном порядке этот путь увенчается успехом. Я в это очень сильно верю. На мой взгляд, реформа местного самоуправления, реформа как таковое представление модернизации системы администрирования, возможно в рамках двух плоскостей, помимо обширного спектра других направлений. На мой взгляд, первичным может быть изменение в понимании правоприменения или правоприменительной практики, исходя из тех нормативно-правовых возможностей, которые есть на сегодняшний день у представителей администрирования на местном уровне. То есть есть определенный объем нормативных полномочий, и наверняка этот объем полномочий можно было бы либо более качественно использовать, либо более напористо, насыщенно и, как следствие, эффективно. Вторым, на мой взгляд, направлением, над которым следует существенно поразмыслить, является нормотворческая деятельность в сфере модернизации системы местного самоуправления. Здесь может быть большое количество идей, я думаю, что сегодня большая часть из них будет озвучена, я не буду лезть в эту сферу, я думаю, что коллеги, которые подготовлены, специально об этом скажут. Но вот из некоего практического своего личного опыта, а в качестве наблюдения, хотел бы отметить вещь, которая, наверное, многим из вас знакома. Эта вещь связана с тем, что роль местных представителей и представителей местных властей, она с течением последних, сейчас не буду цифры называть, нескольких лет, она очень сильно увеличивается. Наблюдается, на мой взгляд, тенденция, по которой большое количество молодых людей пробуют свое участие, в том числе и в выборном процессе, и баллотируются в местные представительные органы власти. Это тоже своего рода омоложение, которое, вероятнее всего, приведет к появлению новых современных мыслей, которые эти представители будут реализовывать в ходе своей профессиональной деятельности. И вот тот перекос, который я заметил, я могу ошибаться, простите, я не истинно в последней инстанции, но это тоже наша практика, которую в ходе, например, вот этих реформ можно было бы попытаться нивелировать, это высокая роль депутатов Республиканского народного собрания парламента Республики Абхазия в решении вопросов местного значения. То есть тот функционал, который, по идее, в нормативном смысле этого слова должен быть за местным депутатом, более активно используется депутатам народного собрания и парламента. Мы понимаем, что основная задача решения бытовых местных вопросов, таких как дорога, трансформаторы, вода и так далее, должно лежать первично на депутате местного собрания, но по каким-то причинам большая ответственность в этом плане ложится на депутата парламента от конкретного округа. В этом плане в вопросах, предложенных реформой, можно было бы сделать упор на то, что по функционалу первичная задача депутата народного собрания заключается в представительских функциях и в законном нормотворчестве, а вот этот функционал по обеспечению оперативного решения местных вопросов все-таки усилить и направить на функционал депутатов местного собрания. Теперь, что касается, уважаемый модератор, вашего направления, связанного с цифровыми технологиями, здесь, наверное, речь пойдет о таком взаимном комплексе, может быть, нормативной диффузии и эффективного взаимодействия между центральными органами государственной власти, госуправления и местными органами управления. Дело в том, что приведенный пример, вы говорили о том, что наши граждане, проживающие в определенных районах, для того, чтобы подать определенный пакет документов, чтобы получить государственную услугу, вынужденный ездить из района в центр, в столицу, в Сухум, безусловно, является ситуацией недопустимой в современном мире и необходимо двигаться в сторону решения подобного рода проблем. Но здесь мы, разумеется, сталкиваемся с трудностями, связанными с компетентностным характером, потому что внедрение технологий, в том числе ведомственного администрирования, требует специалистов междисциплинарного характера. То есть это должны быть специалисты и в области права, экономики, налогообложения, социального обеспечения и специалистов в области современных технологий. В этом плане, конечно, хочется верить, что у нас будет больше поток компетенций в плане подготовки именно этих специалистов, и эти специалисты смогут перекрыть вот тот трудовой компетентностный провал, который у нас на сегодняшний день есть. В плане персональной деятельности Министерства юстиции в области внедрения этих технологий мы, безусловно, тоже нацелены были с первого дня на то, чтобы создать условия облегчения для наших граждан получения государственной услуги. Но, разумеется, сталкиваемся с большим количеством проблем, связанных с тем, что прежде чем ты внедришь какую-то систему, создашь какую-то систему, необходимо создать платформу. А под этой платформой находятся те базы, которые у нас на сегодняшний день находятся в бумажных носителях. То есть мы потратили, команда Министерства юстиции потратила там порядка 7-8 месяцев на то, чтобы элементарно цифровать базу данных ЕГРИП, цифровать базу данных ЕГРИУЛ в количественном показателе, чтобы вы понимали, это порядка 25 тысяч индивидуальных предпринимателей и 7,5-8 тысяч юридических лиц. И все это делалось, чтобы вы понимали, вот вручную наши сотрудники вбивали, молодые ребята, я вот персонально передаю им слова благодарности за это. А сегодня, я вот, наверное, впервые это озвучиваю, мы планируем, выходим на план оцифровки записи актов гражданского состояния и нотариальных действий. Мы недавно провели опись, чтобы вы понимали, в нашей стране за 100 лет, ну или конкретно 86 лет того, что мы видим, у нас порядка 850 тысяч актовых записей, то есть порядка миллиона актовых записей, которые надо вот вручную, каждую страницу будет оцифровать. И чтобы вы понимали, здесь речь не идет о том, что мы просто положим эти документы на сканер и у нас будут фотографии. Нет, речь идет о поисковых возможностях. Мы сами для себя, команда Минюста, понимает, что это колоссальный объем работы, нам пока тяжело сказать, какое количество лет на это займет, ну то есть прогнозы мы построим тогда, когда мы предпримем какие-то первые шаги. Но почему я сейчас постарался, вот занял ваше время, немного подробнее об этом рассказал, потому что внедрение, например, вот этих вот оцифровки, таких баз данных и внедрение этих технологий предоставит нашим гражданам возможность, например, если они там, условно говоря, родились в одном районе, а по факту проживают в другом районе, не ехать через всю территорию Абхазии, чтобы найти там свидетельство о рождении или получить дубликат. Я со своей стороны как-то коротко постарался рассказать о видениях. И вот последние мои слова, они были связаны именно с тем, что создание вот таких условий, в том числе и на местном уровне, создадут платформу для будущего, ну условно скажем, многофункционального центра или аналог на их документы, аналог обращения в одно окно и так далее. Но без вот этих вот процессов создать такие центры будет невозможно. И именно вот такие центры окажутся серьезным плацдармом и помощью для органов местного самоуправления, чтобы они на местах оперативно оказывали государственную услугу для гражданина, который может, не выезжая за пределы района, ее получить. Я благодарю вас за внимание, еще раз говорю, рад всех приветствовать и надеюсь на дальнейшее конструктивное обсуждение сегодняшнего опроса. Спасибо. Анна Львович, можно я два слова по поводу на местах потенциала? Да, это действительно ситуация, она и характеризует то, о чем мы все вместе говорим, о том, что люди стремятся больше переехать в Сухум, там себя реализовать, потому что больше возможностей. Но несколько лет назад мы провели такой эксперимент, я очень коротко расскажу, министерством экономики реализовали программу инвестиций в человеческий капитал. И в рамках этой программы мы с каждого района, ребят, кто работает в администрациях, ну кто имел желание, мы направляли в составе общей группы с представителями центральных органов власти, отправляли в наиболее развитые регионы Российской Федерации, для того, чтобы они получали некий опыт прикладной, или могли посмотреть на то, как развиваются их коллеги в регионах Российской Федерации. В частности, мы вот в Татарстан отправляли, Нодар ездил с группой. И хочу сказать, Анна Львович, это был как бы эксперимент, потому что до этого систематически этим никто особо не занимался, и по возвращению каждой группы они приходили ко мне в кабинет Министерства экономики и выражали свои эмоции. Я был очень хорошо удивлен тем, что я слышал. То есть ребята включились, глаза горели, и за очень короткий период, Нодар сколько времени там занимало? Там недели две, по-моему, да? Они очень получали, пропитывались вот той энергетикой, которую они там видели. И я к чему это говорю? Потом поменялось опять правительство, опять новое видение и так далее. Это у нас часто бывает, поддержали, не поддержали. Ну, к чему я говорю, Анна Львович, если есть, вот вы этим занимаетесь сегодня, слава богу, есть такие министры, кому это интересно, да? Вот можете этот опыт посмотреть, и желательно, конечно, к этому подойти вот в системе подготовки кадров на республиканском уровне. Я хорошо точно говорил об этом на прошлой нашей встрече. И тогда мы сможем вот подтянуть или во всяком случае пощупать потенциал. Но из того, что мы пощупали тогда в первый год, Анна Львович, очень хороший был, как говорят, фидбэк, обратно такой был, очень хороший. Если это силами одного министерства, если сделать более широко и мощно, я думаю, потенциал хороший. Спасибо. Анна Львович, благодарю вас за ваше выступление. Очень информативно. Тоже в рамках обмена мнениями хотел бы поделиться, то есть из прошлого, что удалось, что не удалось. Дело в том, что вы озвучили, что надо и, в принципе, обращаться и к западной практике, и ко всему прочему. И без этого, к сожалению, не получится раскрыть потенциал народа. Я помню, почему важно ваше присутствие здесь, что некоторые реформы задуманные не смогли осуществиться, потому что была особая позиция именно до вас, именно по Министерству юстиции. Например, в том же Лондоне, если гражданин хочет вовлечься в экономику, он просто пишет письмо в администрацию мэрии, что я иду заниматься, выбирает вид деятельности, и он просто идет и занимается. Второй пример. То есть о чем здесь речь, чтобы открыть ООО, ИП, максимум, вот как-то за счет цифровых технологий, а тогда Минюст не поддерживал, потому что как раз неразвитость именно цифровых технологий, вот это единый контроль, единые реестры, что если, например, администрация Гудаутского района или Ачимчирского зарегистрирует ООО, чтобы был единый реестр, чтобы были защищены все права, включая владельцев или учредителей и все прочее. То есть вот эта реформа вторая. Вот простой пример. Мы все-таки говорим это для телезрителей, или для простых граждан, чтобы им проще было понимать. Например, Министерство сельского хозяйства занимается распределением 100 миллионов на поддержку сельхозпроизводителей. Очень хорошая программа. Но я думаю, ну, мое мнение, что если есть 100 миллионов, я всегда за это был, где бы я ни работал, отдать их в районы местным администрациям, как дотацию, ну, на условиях, которые можно внедрить посредством реформ, чтобы зачем гражданам с Бзиба или с Кудауты, с Ачимчири, с Гала ездить, с Сухум, возить вот эти заявки. Вот я думаю, что чем больше мы какие-то инструменты внедрим, и я просто так понимаю, что вы эти ношества поддерживаете, чтобы наши граждане имели больше инструментов для развития, для старта в районах. Сейчас, еще раз спасибо, Андрей Львович, ну, дальше будет дискуссия, я уверен, что вы еще что-то нам расскажете. Я хочу предоставить слово депутату Народного собрания Республики Абхазия Гарри Гурамовичу Кокая. Гарри Гурамович, насколько мне известно, он имеет и опыт, и сталкивался именно с проблемами района и проблемами сельхозпроизводителей. И какое видение парламента, будет ли парламент поддерживать такие реформы, или, может быть, какие-то другие нужны реформы по местному самоуправлению. Гарри Гурамович. Хочу поблагодарить организаторов этой встречи, этого форума. Очень актуальные проблемы поднимаются, общение такое принесет года позитив. И хорошо, что это провели именно в городе Ачимчира, потому что районы как-то не участвуют в политической жизни страны. Это не совсем хорошо, только привлекаются во время каких-то событий, выборов. Такие встречи будут полезны и в дальнейшем в разных районах нашей страны. Спасибо всем организаторам и присутствующим. И темы, которые вы поднимаете, они очень актуальны. Местное самоуправление. В последнее время, может, Андрей Львович сказал, что где-то и молодежь начинает подтягиваться в этом. Но это от районов зависит. В городах больше активности, в районах не совсем так. В районы людей приходится уговаривать, чтобы туда пошли, потому что считается, что полномочий очень мало, и на что-то повлиять очень сложно. На самом деле полномочий где-то и мало, где-то есть и в законе много прописано того, чем можно воспользоваться, но обычно этим не пользуются. И тихо-тихо сходится местное самоуправление. Да нет практически. А их активность очень важна, потому что именно депутаты районной и депутаты сельского собрания, они знают большие проблемы, знают, с ними лично сталкиваются. И до правительства, чтобы донести свои проблемы, очень много бюрократии через администрацию села, в дальнейшем администрации района, потом все это переходит в правительство, там рассматривается. Каждый процесс очень много времени занимает. Человек дает элементарные вещи по оформлению земель, для какого-то бизнеса, если начинается процесс, бывает, что и по шесть месяцев эти документы находятся на рассмотрении, в Кабмине, потом в парламент они еще приходят. Это тоже проблема. Не отбивается вообще охоту по его предпринимателю чем-то заниматься. Полномочий депутатов районного собрания, вот Андрей Львович полностью с вами согласен, что какие-то инфраструктурные всякие проблемы загрузили на себя депутаты парламента. Но на самом деле прямых полномочий влиять на это у нас нет. Так происходит, что у нас есть полномочия, которые могут повлиять и там на министров, на всякие ведомства, которые принимают решения. Поэтому наш голос, они слышат быстрее, чем районного депутата. Я вообще считаю, об этом очень много говорят перед выборами, в процессе выборов и парламентских, и президентских, что надо обязательно перейти к выборам и районных глав. Это очень много позитива может принести, так как главы уже будут отчитываться перед народом, в принципе, а не правительству, как сейчас происходит. Где-то какие-то риски есть, может быть, у нас есть там какие-то районы, где можно это не применить, но это приграничные районы, можно применить это в районах, где-то возможно, и ничего в этом страшного нет. И тогда уже, если население района будет выбирать себе главу, они также будут требовать какой-то отчетности, тогда полномочия можно усилить и депутатов района, для того, чтобы они могли призвать к ответственности главу. Здесь может сложиться такая ситуация, что в главе какое-то недоверие, может быть, по каким-то его ошибкам районные депутаты могут выразить ему недоверие, но в то же время могут из-за этого быть распущенными уже президентом. Так прямого влияния на него они не имеют. И поэтому не все хотят сидеть статистами, хотя инструментарий у них есть, но до конца довести нельзя, потому что подключается уже центральная власть и помогает главе, и могут распустить целое собрание, из-за того, что его надо удержать у власти. На самом деле весь этот процесс начал уже такой характер иметь, что местные самоуправления, в принципе, занимаются подготовкой к выборам, работу главы администрации района, оценивают по каким критериям, как он провел парламентские выборы, если считается провальным его работой, если провластные, лояльные кандидаты власти не смогли пройти в этом районе, то его работа оценивается плохо. Что бы он ни делал, какие бы экономические у него там не были бы хорошие результаты, на это никто внимания не будет обращать. Этот глава обязательно будет уволен, и найдется тот человек, который будет именно... И поэтому, конечно же, надо реформировать, конечно же, надо внедрять и цифровые технологии, это очень важно в районе, когда даже любые элементарные документы, адресное бюро, чтобы какую-то справку взять, надо с Ачамщир ехать в Сухуми, в паспорт, чтобы сделать, надо 3-4 раза из района выезжать. Конечно же, это все приводит к тому, что наше население страдает, не может вовремя обратиться, не может вовремя получить необходимые документы, чтобы чем-то заниматься в районе. То, что касается каких-то ваших планов по реформам, которых мы еще, может, и не услышим на этой встрече или нет, мы все равно с ними ознакомимся. Еще параллельно есть у нас сейчас комиссия конституционная, думаю, в этом направлении тоже какие-то изменения, видят разные документы, разные взгляды, которые будут все равно по итогу рассматриваться у нас в парламенте. Все здравые, хорошие идеи мы, конечно же, будем поддерживать, и все, что от нас зависит, мы сделаем для того, чтобы улучшить именно жизнь нашему населению, народу нашему. Спасибо большое. Так, в дальнейшем дискуссии будем участвовать, подключаться. Спасибо, Гарри Гурамович. Спасибо вам большое. Значит, все-таки еще раз хочу, чтобы прозвучало. Это правильно, конечно, и важнейшая задача возрождения нашего народа. Наш народ всегда объединяли писатели, поэты, ученые, спортсмены, государственные деятели. Вы знаете, когда добиваются успеха наши граждане, всех нас это объединяет. И, конечно, вот это мы просто очень много говорим про экономику, потому что на все надо деньги, и понятно, что страна должна зарабатывать, но экономика все-таки это инструмент, а главное, чтобы нация, значит, таланты нации, как Баграт Шинкуба, или как Владислав Григорий Чарльзенба, или как Хибла Герзмава, или как Денис Царгуш. Вот эти таланты все время имели возможность, особенно при поддержке местных администраций, рождаться и раскрываться. Я хочу сейчас слово предоставить Атгуру Лагвилава. Атгуру Лагвилава был один из основателей партии Айнар. Партия Айнар первые свои шаги на политической арене она делала, опираясь на вопросы демографии, на те проблемы, которые сложились в связи, как сказал Атгура Амиранович, с разными трагическими и иными событиями у нашего народа. Предоставляем слово, и как в рамках нашей темы, какую поддержку может оказать местное самоуправление в вопросах демографии, в вопросах репатриации. Спасибо Ахра. Я хочу тоже поблагодарить организаторов. Я очень рад, что Ачимчиру вспомнили. Наконец-то это мой родной город. Я живу в Сухуми давно по понятным причинам. Я не хочу о них говорить. Думаю, все прекрасно понимают, в каком состоянии у нас находятся наши регионы. Ачимчирский район, Кварчирский район – это просто катастрофа реальная. Там, если говорить о Западной Абхазии, и Гагринский район, и Гудаутский район, как-то у них получается выживать за счет туризма. У нас здесь на самом деле перспектив для молодежи практически нет. Почему так произошло? Я думаю, это тема отдельного круглого стола. Мне так кажется, именно о проблемах регионов. Что касается сегодняшней темы, хотелось бы по поводу местного самоуправления. Ахра, ты правильно заметил по поводу вопросов демографии, что мы вообще, в принципе, с этого началось, начался и наш вопросов демографии. И в том числе, второй наш, так скажем, наша основная идея была – это истинная народовласть. Сегодня в Абхазии, к сожалению, наша система, давайте говорить прямо, мы можем какие-то концепции сегодня обсуждать, но если говорить о сути того, что сегодня происходит, и о сути абхазской сегодняшней политической системы, она ничего общего не имеет с интересами народа. Абсолютно ничего. Она, скорее всего, так задумана не была, но по факту это происходит так. Если говорить о местном самоуправлении, сегодня местное самоуправление – это абсолютно декоративная структура. Абсолютно декоративная структура. Я это говорю и как гражданин, и как человек, который имеет опыт общения с депутатами и Сухумского собрания, и местными депутатами. Мне кажется, что это все происходит из-за того, что не придают значение органам местного самоуправления, из-за того, что нет понимания у руководства страны, у всех руководств страны, что это очень важная вещь для развития страны, и как правильно было в теме у вас обозначено раскрытие потенциала народа. Что у нас сегодня с органами местного самоуправления происходит? Да, многие, кто имел опыт работы и избирался в органы местного самоуправления, говорят о том, что не хватает полномочий, но даже существующие полномочия полностью не могут быть использованы местными депутатами. Так система построена. Фактически депутат сегодня не имеет никаких инструментов быть полностью самостоятельным, если он хочет быть эффективным у себя в районе. Он всегда зависим от того места, где ресурсы. Ресурсы у нас у исполнительной власти. Все эти люди, они назначаются президентом. Это хорошая система для того, чтобы сохранять власть. Ее смысл только в этом. Давайте вещи называть своими именами, о чем Гарри Кукаев говорил. Единственный критерий оценки главы администрации – это выборы. Потому что мы это наблюдаем, это при всех президентах – это так. Хотя у них и по закону главы обязаны и программы развития регионов делать, и много чем заниматься, но никто от них этого не требует. Нет такой практики. Сколько вот в Ачимчире за последние годы сменилось, по-моему, три или четыре главы. Так же? Где-то так. И я не знаю, по какому принципу кого-то уволили. Я не знаю. Не было сказано ни президентом, ни премьер-министром, которому подотчетен глава, что вот этого человека сняли с работы, потому что у него были провалы там, там и там. Мы не знаем, по какому принципу их назначают и по какому принципу их снимают. Это загадка, так скажем. Но на самом деле здесь загадки никакой нет. Мы почему-то, у нас маленькая страна, компактная страна. У нас очень много активных людей и умных людей, которым мы можем часть ответственности. Наша центральная власть может отдать людям и здесь на месте разгрузить себя, снять это. Не заниматься какими-то такими вопросами. Вот как депутаты парламента вынуждены заниматься там вопросами, которые не входят в их компетенцию. Они не должны ходить к министрам и просить там дорогу, сделайте это. Они не должны, депутаты парламента должны заниматься законотворчеством и политическими вопросами. Все. Так как у местных нету полномочий, люди понимают, что депутат может какие-то вопросы решить, они идут к депутату парламента. У нас люди не занимаются своими делами. Вот в чем самая большая проблема. То есть если говорить о каких-то ключевых вещах, принципиальных вещах, что мы должны были давно сделать. Это, кстати, я хорошо помню, что до 2014 года, до прихода Хаджинбак власти, в повестке этот вопрос стоял и по поводу выборов главы администрации. Но всегда, получается, у нас все президенты до кандидаты, до выборов, они готовы, как бы говорят, о каких-то изменениях. А когда приходят в власти, они отказываются от этого. Потому что так система устроена, она удобная для того, чтобы власть сохранять. Но, к сожалению, она, что касается развития и обеспечения справедливости, наша сегодняшняя политическая система вообще на это не заточена и никогда не будет, если мы кардинальные изменения не принесем. Первый, главный, ключевой вопрос сегодня, с чего мы должны начать, это сделать выборность глав администрации. Да, есть вопросы по Гальскому и Гагринскому району, потому что это приграничные территории. Там, я думаю, вопросы безопасности, они важнее стоят, так скажем, чистой демократии. Там можно придумать правильные формы. Но я не вижу никакой проблемы, чтобы гудаутцы своего главу выбрали, или мы, там, сухумчане, выбрали себе мэра. Никакой проблемы нет. Хотя многие из тех, кто выступает против этого, и многие политические деятели, они говорят о том, что мы не готовы, оказывается, выбирать главу администрации. Вот это единственный аргумент, который я слышал, и он настолько глупый. То есть мы, граждане, мы можем выбирать президента, гаранта Конституции, можем выбирать людей, которые пишут законы, а человека, который должен там асфальт не сделать на улице, я, оказывается, выбрать не могу. Но это глупость, да, это... Я даже не знаю, на кого рассчитаны эти аргументы. Не знаю, среди моих знакомых таких дураков нету, кто может это воспринять серьезно. Поэтому я хочу, вот, реально, если кто-то... Сейчас у нас работает комиссия по конституционной реформе, я насколько знаю. От ГУР я насколько знаю, у вас там есть план, у вас есть свое видение, да, изменений. Но, мне кажется, именно вот этот вопрос, да, именно выборность глав, я думаю, он не может быть дискуссионным, этот вопрос. Как это технически делать, да, это уже пусть там юристы, правоведы этим занимаются, но принцип мы... Я хочу выбирать мэра в своем городе. Я думаю, также жители Ачимчирского района тоже с удовольствием выберут себе главу, потому что люди могут оценить эффективность работы, потому что его не выберут. Даже можно срок сделать не пять лет, как президента, там два-три года, как во многих странах делается, чтобы быстро от этого человека, так скажем, от плохого избавиться, а хорошего наоборот оставить. Так что вот так, если так коротко, мое видение такое. Спасибо большое. Я хочу предоставить слово Дмитрию Маршану. Дмитрий Маршан, на удивление, один из тех депутатов местного самоуправления, который предложил и фактически реализовал реформу. Мы очень внимательно все наблюдали. Сможет он сократить количество депутатов местного Сухумского самоуправления и повысить тем самым эффективность. И я думаю, он тоже нам расскажет, где можно усилить, где наоборот. И предложит, как все это лучше сделать, опираясь на свой опыт. Спасибо, Ахра. Спасибо. Я, честно говоря, специально не готовился. Больше расскажу о прикладном опыте, с тем, с чем мы сталкивались. Вообще, что такое местное самоуправление? Местное самоуправление – это дороги, это освещение, водоснабжение, канализация. Все эти вещи, с чем люди сталкиваются ежедневно, постоянно, каждый день. Местное самоуправление у нас регламентируется законом об административно-территориальных единицах. Насколько действует этот закон, можно судить, потому что многие вопросы местного значения, с которыми сталкиваются люди ежедневно, они с этими проблемами обращаются к руководству страны. Получается, те вещи, которые должны решаться на местах, они не решаются, и люди с этими вопросами обращаются к руководству страны и так далее. Значит, это говорит о том, что закон не действует. Последний раз редакция закона была в 2016 году, там были какие-то поправки, но какого-то результата он не дал. По моему мнению, эффективно закон сможет работать тогда, когда будет вовлеченность людей, обычных граждан, когда у обычных граждан будут рычаги воздействия, влияния на администрации городов, сел и так далее. Такая практика международная, она есть. Прежде всего, есть такая практика, это партиципативный бюджет. Бюджет участия, он был принят в Порту-Алегри в Бразилии в 80-х годах. Чтобы вы понимали, Бразилия в то время была одной из самых отсталых стран, даже занимал одно из последних мест по всем показателям. И вот это привело власть страны к тому, что они приняли такую практику. Что это такое? Когда часть бюджета есть социальные обязательства, какие-то зарплаты и так далее, а есть часть бюджета, которая рассчитана на благоустройство городов, она обсуждается вместе с гражданами. Потому что мы знаем, что многие решения у нас принимаются на всех уровнях власти, и эти решения зачастую мы не можем понять, здесь чем они, такие решения принимаются. Никто нам не объясняет, почему это принимается, и люди как бы тоже не понимают. И часть бюджета, допустим, мне кажется, очень хорошая практика. Люди на местах лучше знают, что им лучше, допустим, дорогу подремонтировать, или там парк сделать, или там школу. Ну, не имеет значения, потому что люди на местах лучше знают, что им больше нужно. А зачастую у нас как бы все решения принимаются во властных коридорах, и люди зачастую даже и не бывают в тех местах, где вот с чем связаны их решения. Поэтому, мне кажется, очень хорошая практика. Если в Бразилии они смогли к этому прийти, кстати, эта практика, она стала общемировой. Она очень хорошо себя зарекомендовала, и после этого многие даже страны Западной Европы, они приняли такую практику, и во многих странах, во многих городах такая практика есть, когда часть бюджета на благоустройство города, она получается дается на откуп жителям, с ними встречаются там главы муниципалитетов, городов, и они вместе обсуждают, что им нужно, и что как бы в приоритете. И прежде всего, мне кажется, мы зачастую, да, рейтинг власти у нас всегда очень низкий, без привязки к личности, да, так скажем. И мне кажется, больше вовлеченность людей в эти процессы, она сделает власть более прозрачной, когда власть, да, поделится какими-то, какой-то частью полномочий, и тем самым она разделяет ответственность вместе с людьми. И когда человек будет участвовать в этом, тогда все эти решения, и они будут намного понятнее людям. Также есть такая инициатива, как правотворческая инициатива граждан. Заключается она в том, что эта норма дает право части гражданам обратиться в полномочные органы, там, вот, условно говоря, на примере, если часть граждан считает, что тариф на мусор завышен, она обращается в местное самоуправление, в городское собрание с такой инициативой, где местное собрание в обязательном порядке должна рассмотреть эту инициативу. Если, допустим, эта инициатива покажется, что на самом деле тариф, какой-то тариф, да, он завышен, то собрание примет решение, чтобы тариф понизить. Ну, это и есть вовлеченность граждан во все эти процессы, когда мы знаем постоянно, да, вот, до этого здесь говорили, что постоянно у нас какие-то политические, вот, всякие дрязги и так далее. И мне кажется, это вот все эти механизмы, инициативы, они, наоборот, помогут. Когда человек будет понимать, что от него что-то зависит, у нас, как получается, напрямую граждане управляют государством только в день выборов. Они, вот, выбирают там руководителей всех уровней и так далее, и потом, как бы, они за них принимают все решения. И человек понимает, что от него ничего не зависит, что, как бы, он ни на что не может повлиять. И поэтому единственное, вот, место, где там он может на что-то решить, это вот перед площадью, перед администрацией президента, да, вот, единственное место, где он может какой-то, там, на что-то повлиять, да, во всяких этих событиях. Мне кажется, как бы, ну, любая власть, она очень, как бы, защищает свои, вот, те властные, там, вот, позиции, да, которые у нее есть, да, и не хочет делиться с этими полномочиями. Хотя, прежде всего, я думаю, что власти, выгоднее всего это власти. Когда она, когда власть, она разделяет ответственность за все те решения с гражданами, поэтому и никто не может сказать, что там кто-то так решил, что там какой-то чиновник в большом кабинете, что это все было сделано, какое-то решение было принято вместе с интересами населения, с учетом их мнения. Вот, также, ну, мне кажется, это исторически близко нам, потому что у нас даже вот при феодальной системе и так далее, у нас все решения народ принимал вместе, да, и таких примеров очень много, там, и Лыхнинская, и в основном, очень много примеров, когда даже обычный родовой гражданин мог появлять на какие-то процессы, которые у нас происходили. А вот сейчас у нас происходит то, что весь перекос у нас идет в исполнительную власть, к сожалению, и зачастую принимаются такие решения, которые, как бы, людям непонятны, и эти решения никто не объясняет. Также вот, Адгур говорил насчет выборности мэра. Вот, вот, я, как бы, это, моя инициатива была в Сухомском городском собрании, выборность главы города, да, почему, как бы, вот, на наш взгляд это лучше, потому что любой выборный глава, он легитимнее, чем человек назначаемый, да, тем более все знают все вот эти назначения там, да, и там мэров городов и так далее, это все у нас происходит в преддверии выборов каких-то и так далее, на основе, там... Становится предметом торга, ну, да, становится предметом торга и так далее, и по большому счету система, опять-таки, без привязки к лизе, система такая, когда человек приходит, ему, в принципе, не нужно граждан принимать, потому что он напрямую зависит от президента страны, у них есть какая-то там договоренность, и поэтому ему мнение граждан, по большому счету, как бы, тоже все зависит от человека, конечно, но неинтересно. Когда же человек, он выборный, так иначе, наверное, да, любой политик, он хочет дальше пойти, там, на другие выборы, и поэтому ему важно то, чтобы население его поддерживало. Ему и нужно и участвовать в каких-то процессах городских, и принимать население, учитывать мнение населения, и поэтому, ну, как бы, это мировая практика, что любой вообще выбираемый, он более легитимнее, чем назначаемый чиновник, да, и есть такая практика, вот, практика местных референдумов, да, вообще общемировая, и, кстати, мы тоже выступали с референдумом, у нас закон об административно-территориальных единицах, есть норма закона, которая дает право местного референдума, но процедура его, она не прописана, к сожалению. Вам тогда не дали одностракон? Да, у нас такая практика была, она носила рекомендательный характер референдум, мы хотели узнать, у население согласно, а не выбирать главу администрации или нет, но вот, экс-президент отменил это, к сожалению, решение и, как бы, даже не дал людям возможности свое мнение, как бы, выразить, хотя, вот, если взять, допустим, западноевропейские страны, Германию, Швейцарию, там и так далее, у них этих референдумов, там сотни проходят, как бы, в год, и даже такой был пример, когда в Германии, да, в каком-то городе строили автобан, ну, федеральный власть строил автобан, дорогостоящий, и он проходил через какой-то сквер. Группа граждан с этого города собралась, значит, обратилась с такой инициативой, чтобы провести референдум, в итоге референдум провели, и граждане высказались против, чтобы этот автобан проходил через сквер, и поэтому пошли на большие, как бы, затраты, и пришлось автобан в обходы этого сквера делать это, говорит о том, что, прежде всего, важно слышать мнение людей. Вот у нас даже такая вот практика была, да, когда мы улицы, допустим, переименовывали, часть граждан высказывается за переименование, часть граждан высказывается против, и как бы тяжело понять. И поэтому такая практика, если была бы, вот, допустим, референдум, там, на определенной улице, или в городе, где большинство граждан, там, высказались за, и у тебя уже, как бы, оно легитимное решение, как бы, когда такая практика есть. И вот, мне кажется, то, что все вот эти вещи общие, мировые, там, много их, там, как бы, всех этих вещей, и мне кажется, чем больше будет вовлеченности граждан, чем больше будет рычагов у людей на принятие решений, и на вовлечение людей, как бы, тем это будет намного эффективнее, сама система будет работать. И прежде всего, это выгодно власти, прежде всего. Также, если говорить, допустим, о местных собраниях, вот мы три раза послали субъектам законодательной инициативы, это в парламент, президенту, это было в 17-м, 18-м, помню, в 19-м году, раз мы послали с нашими поправками. Вот даже, вот, здесь присутствуют и депутаты местных самоуправлений, на самом деле, вот, люди туда приходят, там, горят желанием что-то поменять, что-то изменить, но, по большому счету, полномочий этот закон не дает. Вот, как мы знаем, вот, у нас ребята приходят, их люди поддерживают, они, вроде, постараются что-то делают, но потом, спустя время, как бы, и граждане, многие недовольны, они говорят, что вот мы надеялись, что депутат что-то сделает, но он не может, потому что нет у них таких полномочий. Думают, что у них есть полномочия это делать, а по факту их нет. Да, депутат, он хочет, горит, но не может. Вот, допустим, вот, из примеров, у нас есть управление, да, в администрации, и вот, к сожалению, у нас норма закона дает право утверждать их, да, но в какой-то срок проходит, не прописано. Вот, допустим, да, да, депутаты, вот мы, кстати, в поправках наших это и было, вот есть управление, да, ведущее экономикой, культурой, спортом там и так далее, но вот в какое время, временной срок должны их утверждать, тоже не прописано. Также, когда освобождают начальника управления, если норма закона дает право нам согласовать, то, ну, мое мнение, наше мнение, то при снятии, да, довольного человека норма закона должна давать право, чтобы мы утверждали, когда человека убирают. Почему? Потому что мы же не знаем, допустим, власть у нас часто меняется, может быть, по каким причинам людей снимают, нам тоже непонятно. Может, человек исполняет свои обязанности хорошо и так далее, может, кому-то он не понравился, может, политические какие-то расхождения, тоже мы не знаем. И поэтому, к сожалению, норма закона не дает такое право. Также это касается начальника управления внутренних дел, да, у нас здесь, получается, двойное подчинение, назначает, получается, исполняющий обязанности министр внутренних дел, собрание его утверждает. Но в случае, допустим, если собрание его не утвердило, он имеет право оставаться на своей должности, там, хоть 10 лет. Тоже норма закона не дает такого права, к сожалению, да. И очень много, как бы, таких вещей, мне кажется, еще, как бы, может, это непопулярное такое решение, да, но мне кажется, что депутаты местных собраний должны быть на оплачиваемой должности. Почему это нужно? Потому что, когда сегодня, получается, как общественная нагрузка. Депутат, он работает там, в другом месте и так далее, и получается, вот у него, как общественная нагрузка, он не находится на своем рабочем месте постоянно, а чтобы он более эффективнее свои обязанности исполнял, мне кажется, он должен постоянно находиться на рабочем месте, принимать людей, постоянно быть вовлеченным в эту работу. Хотя это может быть непопулярно, да, потому что у нас, как бы, наоборот, чиновничий аппарат очень большой, его нужно сокращать, но именно, как бы, в этом плане, мне кажется, депутаты должны быть на оплачиваемых должностях. Или хотя бы здесь пропорционально, да. Вот мы, допустим, бывали и в Москве, и в Санкт-Петербургском собрании, у них часть депутатов, как бы, находится на общественных началах, часть депутатов находится на, как бы, ну, на оплачиваемой должности. Ну, проблем очень много, да, вот я с ребятами тоже разговаривал, с Сухонского собрания, у нас была даже вот практика такая, когда мы собирались со всех районов председателей, и вот все эти вопросы, то, что, как бы, за что у нас душа болела, то же самое у них, на самом деле, все, как бы, эти вещи, они свойственны для всех регионов, у всех, как бы, к сожалению, нету полномочий, нету прав и на местном уровне, поэтому, я думаю, что, если будут инициативы, да, которые, и то, мне кажется, власть, она всегда идет очень, как бы, неохотно, да, какие-то фобии в обществе постоянно там возникают, то, что мы, к сожалению, очень не хотим что-то менять, постоянно чего-то боимся и так далее, так что, мне кажется, если больше таких инициатив будет, тем больше эффективнее на местном уровне мы можем решать те вопросы, как бы, которые связаны именно с жизнью граждан, вот, с каждым вопросом. Спасибо большое, Дмитрий, очень, очень информативно выступил. Я думаю, что, конечно, я тоже был сторонником выборов, глава администрации, но у нас народ осторожный, и осторожность народа связана с теми бедами и трагедиями, которые наш народ пережил, и мое предложение раньше заключалось в том, что давайте мы в столице начнем, выберем, проведем, посмотрим, нормально, и уже далее в других районах тоже перейдем к этой системе. Сейчас я хочу предоставить слово Ревазу Бене. Значит, Реваз Бене много лет проработал депутатом Гагринского собрания, местного самоуправления. Лично я его знаю хорошо, и он мне запомнился тем, что он активно всегда защищал общественные территории. У нас рыночная экономика, понятно, Гагра, там граница России рядом, значит, транспортные коммуникации, Адлерский аэропорт и много туристов. И, значит, наше общество сталкивается с тем, что идет попытка коммерциализации общественных территорий. Это парки, это зоны отдыха, это набережные, это, значит, объекты, значит, или образования, или культуры, когда некоторые граждане пытаются их захватить и коммерциализовать. Второй вопрос тоже касается непосредственно сегодня, сегодняшней темы. Ну, например, я помню, вот девушка написала книгу о старинных фамилиях, о старинных домах в Гагре. И вот для того, чтобы эту книгу издать, значит, Ревазу приходилось, значит, в сухом обзванивать, значит, разного рода чиновников, для того, чтобы эта девушка молодая реализовала свое творчество. Значит, и вот проблемы взаимодействия и местного самоуправления, и взаимодействия с центральными органами власти, конечно, Ревазу очень знакомы. Ревазу, пожалуйста, подготовиться с Тамуро Ахба, тоже очень, я думаю, он интересные вещи расскажет. Ах, хорошо, Тавич, спасибо, благодарю всех за приглашение, спасибо за крайне содержательные информативные выступления предыдущих ораторов. Действительно, здесь сложно после вас что-то добавить, очень информативно, емко, правильно и практически со всем согласен. Ну, я постараюсь как-то коротко по своему опыту что-то добавить. Для этого, наверное, надо будет немножко разделить понятие местного самоуправления или местного государственного управления в районе. Но прежде всего местное государственное управление в районе, это, наверное, будет администрация района, возглавляемая главой администрации, которая также входит в единую центральную систему органов исполнительной власти в Республике Абхазия. Есть определенные сложности в тех или иных районах, своя специфика, в Гаграх чуть больше. В виде налогов Гагра, наверное, зарабатывает другие районы чуть меньше. Что-то какой-то из районов более дотационный, какой-то менее дотационный. Так или иначе, мы все, в принципе, дотационные. Но сама суть, насколько эффективно глава будет исполнять свои обязанности, зависит все-таки не только от того, насколько он правильно ведет администрирование работы, насколько он компетентен в этих вопросах, да, вот как сети-менеджер, да, так выразимся, ну и настолько позволяет ваша зарплата, как говорят, да, что есть из того, что было, то и налепило, да, получается. Ну, сложно сказать, какую модель лучше нам воспользоваться. Я вот согласен в частности, что вот, да, я вот, кстати, тоже сторонник более демократических процессов, когда главы городов и районов будут избираться самими жителями на местах. Это действительно интересно, мне это более импонирует. Но на самом деле, в принципе, если говорить о местном самоуправлении, вот если вы помните, в 2016 году экс-президентом, там, ну, прошлой властью, инициировались реформы органов местного самоуправления, там даже конеконституционные какие-то процессы проходили, там и в Конституции были, значит, реформы были затронуты, но они были, может быть, не сильно наполнены. С чем это связано? К примеру, до 2016 года, для того, чтобы человека, президент мог назначить главой администрации, человеку сначала надо было избраться, стать депутатом местного самоуправления, и потом из числа депутатов местного самоуправления президент мог назначить ту или иную личность, так это назовем. Вот, к чему это приводило? Ну, в каждом районе, наверное, своя специфика. Вот, откровенно хочется поговорить, это же круглый стол у нас. Вот, в Гаграх это, например, приводило к многим интересным процессам. Вот, избрался человек президентом, собрание уже сформировано, хочет он назначить человека, его в собрании нет. Какие процессы могли происходить? Следующий процесс. К человеку, для того, чтобы человека назначили мэром города, ему приходилось договариваться с кем-то, возможно, да, теоретически с кем-то договариваться, кто-то должен был в каком-то селе сложить свои полномочия, для того, чтобы там Астамур, условно, там избрался, и после этого он был назначен президентом Республики Абхазия, главой администрации. Сейчас эту модель чуть поменяли, после реформ. Теперь, для того, чтобы стать мэром города, достаточно быть просто, ну, наверное, политическим сторонником. При этом я полностью согласен с Амираном, вообще, с Адгуром, прошу прощения, Геннадьевичем, вообще не очень понятно, по каким принципам назначается. С одной стороны, с другой стороны, прекрасно понимаю, что принцип политический, в основном, конечно, идет. И, наверное, не совсем правильно, когда мы навязываем людям на местах своих политических соратников. То есть мы же доверяем народу, народ выбирает президента, почему народ не может выбрать главу администрации? Я полностью поддерживаю и согласен. Но если все-таки использовать ту модель, которая у нас уже сегодня есть, если ее доработать, к примеру, местное самоуправление, чем можно было бы его наполнить? Ну, можно было бы наполнить дополнительными какими-то полномочиями в сфере утверждения согласования к кандидатуры начальника налоговой инспекции на местах. К примеру, вот в соответствии с законом о государственной налоговой службе, если не ошибаюсь, министр представляет данную кандидатуру местным органам государственного управления, в данном случае главе по согласованию с главой, начальник МНС по какому-то или иному району назначается. Ну, можно было бы эту функцию, к примеру, изъять у органов государственной власти и передать ее народу, то есть местному самоуправлению, чтобы они рассматривали эту кандидату, согласовывать. Главного архитектора, коммунальные какие-то службы, все это необходимо наполнять. Но с моей точки зрения, вот самый главный принцип, наверное, сложности работы депутатов местного самоуправления заключается в конкретном контроле. То есть нужно создать не только полномочия, они в принципе есть, можно их наполнить просто, но вот наделить определенными инструментами контроля. Вот что могло бы быть контролем? Мы вот в нашем созыве как-то постарались, как-то вот действительно искали с председателем собрания, с коллегой моим Астана Магрба, мы долго искали и попытались найти некую форму для того, чтобы контролировать расходование бюджетных средств. Ну, откровенно говоря, не все же депутаты разбираются в бюджете, многие его читать просто не умеют, это действительно объективная правда. Ты голосуешь за тот или иной финансовый документ основной, по которому в течение года будет жить весь район, а что там написано, не знаешь. Это тоже правда, это имеет место быть, к сожалению. Поэтому это отдельный вопрос о качестве нашем депутатов местного самоуправления. И тут, наверное, у нас родилась такая мысль, для того, чтобы правильно администрировать эту всю работу, внутри собрания смотреть, как это все происходит, мы создали в аппарате собрания штатную единицу. Назвали ее аудитор собрания. Приняли решение, то есть у нас в аппарате появился аудитор, который, в принципе, мог по соответствии с запросом собрания проделать определенную работу, мониторинг расходования бюджетных средств администрации района и дать нам какие-то заключения, насколько они эффективно расходуются или неэффективно. Ну, что-то некий инструмент в виде контрольной палаты, да, вот в Республике Абхазии. При первой же проверке мы, в принципе, при первой же проверке, аудитор принес свои плоды, при первой же проверке мы получили информацию, пояснительную записку, что некоторая часть бюджетных средств расходуется не очень эффективно, то есть там где-то что-то можно сэкономить, куда-то более, где нужно перекинуть. Мы это сделали. Это было полезное, правильное решение, но при проверке контрольной палаты Республики Абхазии от Багагринского района они выявили, что вот наше решение не совсем соответствует основному законодательству и потребовали его отменить. То есть в этой части, я не оспариваю, возможно, в этой части контрольной палаты, конечно, права, но значит это нам дает простор, в частности депутатам парламента, поработать в этом направлении, чтобы можно было бы создавать, допустим, такие вот институты контроля внутри собрания. Ведь, по сути, при каждой администрации есть так называемые контрольно-ревизионные управления. Они, исходя из их положения, подчиняются исключительно главе местной администрации. Ну то есть сам себя проверяет, что ли. Поэтому такие институты должны быть совершенно в другом органе, как мне кажется, как мне видится, вот в этом отношении. И в качестве института контроля было бы полезно именно эту вот, вот эту инициативу использовать. Что касается глав администрации, ну, я все-таки склоняюсь больше к тому, чтобы действительно, вот мы еще в процессе дискуссии к этому подойдем, конечно, но вот все-таки, наверное, надо выбирать глав, и не только в Кудауте, не только в Сухуми, и в Гагри можно подойти к этому вопросу. К любому вопросу можно подойти грамотно, надо просто над ним поработать, изучить, исследовать и готовый продукт какой-то выдать. Я думаю, мы в этом отношении очень продуктивно могли бы поработать совместно с нашими коллегами, с депутатами парламента. Просто надо изучить, исследовать и выдать готовый продукт. Что касается информативности, о которой цифровизация, о которой говорит уважаемый Андрей Львович, в действительности это полезная инициатива, которая приведет в последующем, ну, наверное, к таким инициативам уже среди местного самоуправления и государственного управления, как «Умный город», для того, чтобы качественно и быстро получить, да, квалифицированную услугу. С чем сталкивается, допустим, депутат местного самоуправления? Если ты не имеешь личных внутренних коммуникаций в органах республиканской власти, в органах местной власти, тебе сложно этого всего добиваться, у тебя уходит время. Я полностью согласен, когда вы говорите, что человек не должен долгое время обращаться с заявлением на разрешение на строительство или о выделении ему земельного участка и сидеть, ждать. Потом это заявление может потеряться, потом оно может вообще там, значит, его рассмотреть только через полгода, и через полгода в итоге он в ожидании ждал, а пришел отказ. Все должно быть быстро, информативно, и к этому, конечно, надо стремиться, чтобы более качественные услуги предоставлять населению. В этом отношении, ну да, полностью тоже согласен. В целом сложно, здесь что-то вас из того, что вы говорили, сложно что-то дополнить, потому что действительно проблема, она у нас общая есть. Единственное, что мне кажется, надо нам выбрать, какую модель нам необходимо просто использовать. Выборы глав на местах или существующую модель использовать, но все-таки ее необходимо наполнить. Вот совместно, наверное, да, с депутатами парламента можно было бы это проговорить и использовать более качественный продукт уже выдать. Именно в законе об управлении в административно-территориальных единицах поработать. Может быть, даже в законе о бюджетном устройстве и бюджетном процессе. То есть функции контроля местным органам государственной, местным органам самоуправления более делегировать какую-то часть полномочий и так далее. То есть в этом смысле, да, я полностью согласен. Я думаю, что простор для работы в сфере законотворчества у наших парламентариев достаточно большой. Если бы сформировалась какая-то рабочая группа, я думаю, многие депутаты местного самоуправления нынешнего созыва, прошлого созыва готовы были бы войти в какую-то рабочую группу, вместе поработать, помочь, потому что там будет целый ряд законодательных инициатив, целый ряд законов, которые необходимо будет доработать, дополнить, проверить, для того, чтобы улучшить качество работы органов местного самоуправления. Вот в этом отношении хотелось бы добавить. А так дальше готов, конечно, к полемике дискутировать. Спасибо большое за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Те люди, которые работали, они знают, как это все происходит. Приходится идти к главе администрации. Уже депутат идет к главе администрации и у него, как обычно, получается просьба. Он не может в законном порядке что-то требовать. Все действия депутата собрания носят рекомендательный характер. Конечно, мы с коллегами тоже общались на этот счет и когда мы были депутатами, много чего обсуждали, в том числе, как Дмитрий сказал, мы проект закона послали в парламент республики, чтобы депутаты рассмотрели, чтобы в том числе и начальники управления, которые подчиняются главе администрации, в том числе они были и депутатами тоже, чтобы депутаты за них голосовали, потому что когда ответственность была бы выше. Но с мертвой точки никак все не сдвинулось. Думаем, что в ближайшее время, может в будущем, депутаты будут рассматривать этот вопрос. По поводу, вот я хотел сказать, остановиться по поводу выборов главной администрации. Вы знаете, мы в свое время и в общественной палате общались, и депутаты парламента там присутствовали, да, и вы знаете, все говорили одно и то же, надо, надо, надо. Но когда дело доходит до решительных действий, да, все как, все идет не так, как надо. Вот мы говорили о местном референдуме. Местный референдум, как бы, это просто воля граждан, да, вот мы хотим сегодня, допустим, как многие говорили, как нам делать, проводить выборы в Сухуми или проводить в Гудауте, в Гагре. Но для этого мы не можем сами что-то решить. Мы должны спросить у наших людей. И мы хотели провести местный референдум, рекомендательный характер. Вот прошел референдум, мы посчитали, что наши жители, жители города Сухум, хотят обсудить этот вопрос, хотят, чтобы мэра выбирали. Но сразу началась политика, сразу кто-то с чем-то не захотел с полномочиями делиться, и как бы президент, вот, бывший тогда, вот, как говорится, решение наше отменил. Ну, для меня, знаете, еще очень такая странная такая ситуация, когда все практические кандидаты в президенты, когда идут, да, все говорят о том, что мы будем выбирать главу администрации. Ну, практически, да, практически говорят, да, что если наша команда придет, будем, ну, в конечном итоге, с мертвой точки, вот, этот вопрос тоже двигается. Ну, конечно, депутаты собрания, те ребята, которые работают сегодня, очень трудно. Частую, вы представляете, без заработной платы, без полномочий, без ничего, а приходится делать определенные вещи. А определенные вещи – это дороги, это свет, все, что, как бы, да, у наших граждан очень много требований. Ну, вот, как бы так, пытались работать и что-то в таких, даже в таких полномочиях что-то делать. Ну, на мой взгляд, да, выхода просто нету. Либо нужно депутаты собрания, чтобы могли принимать какие-то решения, либо, ну, грубо говоря, меня извините, нахождение их там вообще, я считаю, просто бессмысленным. Потому что можно было бы сделать так, чтобы, допустим, как один из примеров, вот у нас тоже, как бы, были такие мысли, городские судьи, городской прокурор тоже в том числе, чтобы, да, допустим, за городского прокурора, почему не должны голосовать местные депутаты, да, они должны голосовать за него. Ну, и, конечно, пробелов очень много. Вот, допустим, начальник УВД города Сухом, он и сегодня находится в статусе ООН. То есть, допустим, документ в собрание пришел, собрание этот документ не одобрило, не проголосовало, а он сегодня на том же рабочем месте. Ну, вопрос другой, тогда зачем его нужно вообще посылать в собрание? Зачем спрашивать мнение депутатов, если это мнение, в принципе, не важно? Ну, и ряд других вопросов. Конечно, в таком положении, в котором находится городское собрание, я сейчас говорю по городу Сухума, вообще, допустим, собрание районов, там, все, это вообще, я считаю, что просто так люди, да, и вот мы видим, допустим, да, проходят выборы, даже в столице, в городе Сухум, там на многих участках один кандидат. Это о чем говорит? Это говорит о том, что люди не хотят туда идти. Это говорит о том, что человек, который туда идет, это как бы общественная нагрузка или в будущем, да, хочет пойти депутатом парламента. Вот только так, да. А нам же нужно делать для того, чтобы мог пойти человек поработать там, да, что-то сделать и приятное сделать своим гражданам. Но я вот на эти вещи так смотрю. По вопросу реформы касаемо органов местного самоуправления, да, безусловно, я тоже сторонник и поддерживаю того, что необходимо проводить реформы. И очень даже серьезные реформы, планы усиления полномочий местных депутатов. Но это мое субъективное мнение. Да, есть необходимость проведения реформы, но самая большая беда и проблема наша, не в обиду, кому это будет сказано. Сегодня у нас есть закон о местном самоуправлении. Наша большая беда, я считаю, то, что этот закон в полном объеме не работает. Сегодня не соблюдаются те нормы, которые прописаны. Вот даже касательно депутатов парламента, вот я себя возьму и депутатов местного самоуправления, в ходе выборных процессов мы на себя берем каждый, получается, что какие-то обязательства перед населением, там во благоустройстве их инфраструктуры и всего остального. Хотя это не должно касаться депутатов парламента. А касательно депутатов района, сегодня у них полномочия ограничены. Да, жители обращаются, население видит, что на самом деле в своих возможностях и полномочиях депутат районного собрания ограничен. Но я считаю, что депутат собрания в одном лице, конечно, ему тяжело будет какой-то вопрос решить и довести до логического конца. Но когда собрание района будет как одно, один орган работать и поставить себе цель и задачу не решение вопроса локальным образом, точечно, а поставить себе задачу перед руководством и себе, что совместно разработать программу развития того или иного региона. Скажем, каждый депутат будет, они 10 человек, каждый со своего района, они должны знать со своего округа и района, какие проблемы, какие приоритетные вопросы в первую очередь надо. Это развитие инфраструктуры или развитие сельского хозяйства, что приоритетнее будет для того или иного района. А мы, к большому сожалению, так не подходим. Вот к нам жители обратились, мы локально начинаем бегать и заниматься этим вопросом и в конечном итоге мы упираемся в стенку, в тупик попадая. А если у нас совместно орган один разработает программу развития района или региона, будь он глава администрации, будь он и министр, и все остальные, не отреагировать на обращение такого органа, я думаю, что не смогут. Понятно, да, когда по одному вопросу только подходишь, это уже решение остается за главой. Помочь в этом направлении тебе ту или иную дорогу сделать или линию протянуть. А когда к нему на стол ляжет программа развития района, он вынужден будет отреагировать. И при формировании бюджета учесть все те предложения, которые предоставили району мы, зачастую этим не занимаемся. Даже вот Ахра затронул тему финансирования сельского хозяйства. Сегодня в этом году заложено на развитие сельского хозяйства 100 миллионов рублей. Это может быть небольшие деньги, но каким-то подспорьем для наших граждан, жителей это может быть. Но проблема в чем я вижу, там комиссия создана, я являюсь членом комиссии. Единственное, мне бы хотелось, не то, что, как вы сказали, напрямую, чтобы с района туда в министерство на комиссию не попадали бумагу, а уже, вот, например, Ачимчири возьмем, это один из аграрных районов нашей республики, где можно на самом деле развивать аграрный сектор, для этого все условия есть. Но у нас в районе отсутствует программа развития аграрного сектора. Если она будет разработана, даже житель сам не должен будет писать заявление, дайте мне, дайте, то, когда у нас программа будет в каждом селе, что можно вырасти, уже на местах глава администрации села, глава администрации района может уже смело обратиться к руководству страны, чтобы для развития аграрного сектора, или именно в этом направлении развития, от выращивания той или иной культуры, он сам может обратиться, получить денежные средства в район и, естественно, уже потратить их по целевому более эффективно. Ну, я думаю, вот, если мы в этом плане начнем работать, более эффективно и плодотворно, и выгоднее будет для района и для нашего населения. И когда, вот, еще один момент, когда человек избирает совместное самоуправление, вот, мы должны донести людям то, что этот человек не идет туда, чисто только, чтобы заниматься только ихними дорогами, ихним светом и всем остальным. И человек идет отстаивать интересы своего народа в общем объеме за весь район и за все целое. Не то, что там 3 километра дороги или 2 километра провода надо поменять, а будет затрагивать все те проблемы, которые существуют в этом регионе. Спасибо. Здесь присутствуют депутаты разных созывов, что самое интересное, но с течением определенного времени, кстати, ничего и не меняется. Все те же проблемы. Но здесь хотелось бы подробнее остановиться на некоторых вещах, которые, в принципе, не были озвучены, немножечко техники. А вот в контексте сегодняшней беседы хотелось бы отметить, что действующий с 1997 года закон об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия требует изменения. Вот Дмитрий Александрович сказал о том, что в 2016 году были внесены поправки, но, честно говоря, ни на что не повлияли. Как нам известно, практически в каждом районе Республики и в городе Сухум имеются свои собственные управления культуры, образования, экономики, санитарно-эпидемиологического надзора, ветеринарного надзора и так далее. Содержание их осуществляется за счет средств местного бюджета. При этом действуют центральные органы власти, регулирующие эти отрасли. Тут попрошу внимания обратить на то, что нормативные акты, регулирующие взаимодействие органов местного самоправления и органов центрального управления, в этих отраслях отсутствуют. О вышеупомянутом законе об административно-территориальных единицах взаимодействия не отражено. Положение о деятельности данных управлений принимается главами администрации районов без согласования с органами центрального управления. И порой эти положения противоречат действующим республиканским законам. К примеру, согласно закону о санитарно-эпидемиологическом благополучии, районы и органы СЭС должны финансироваться из средств республиканского бюджета, а также являться территориальными единицами республиканского органа Санэпидемиадзора. Сегодня работает структура, полностью противоречившая нормам действующего республиканского законодательства. Также в городе Гудаута есть городская больница. Это, кстати, очень интересная вещь. Но отсутствует управление здравоохранения. То есть, к кому относится республиканская, не республиканская, а гудаутская больница? Та же ситуация и в Гагре, но при этом, согласно закону о здравоохранении, местные органы управления наряду с центральными органами власти должны осуществлять регулирование деятельности этих объектов. Но этого не происходит. Маленькие примеры большой проблемы. И все идет по многолетним сложившейся практике. Кстати, в нашей истории органы местного управления есть опыт и централизации структурных подразделений администрации. Речь в этом случае идет о ЗАГСах, кстати. Долгое время они находились в ведении администрации, но в дальнейшем переведены в подчинение профильного министерства юстиции Республики Абхазия. Для определения того, как будут взаимодействовать органы центрального управления и органы местного управления в той или иной отрасли, необходимо разрабатывать соответствующие нормативные акты. В этом вопросе можно обратиться к белорусскому опыту, где на законодательном уровне предусмотрено двойное подчинение структурных управлений в районах, как главам администрации, так и руководителям центрального органа управления. В законодательном акте четко определены полномочия местных и центральных органов. Тема, которую я сегодня озвучил, очень важна и требует детальной подготовки. И реформа в области органов местного самоправления должна начинаться именно с этих вопросов. А сегодня мы имеем на практике децентрализованные органы на местах. И эта проблема складывалась долгими годами. Могу из опыта тоже сказать, что если мы не определим и не централизуем, и не примем определенные реформы в органах местного самоправления, то, в принципе, вся работа будет сведена на нет. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.